Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я с вами хочу поделиться теми причинами, почему я решила сменить свою профессию дизайнера одежды на кондитера. Дело в том, что я на протяжении 10 лет занимаюсь дизайном одежды, а именно пошивом, разработкой коллекций. И я пришла к такому выводу, что да, шить это очень выгодно, работать с пошивом это очень выгодно, но когда ты это делаешь чисто для себя, либо для своей семьи. В некоторых случаях пойти на базар и купить ткань и отшить изделие самим намного выгоднее и в плане денег, и в плане времени, и в плане выдумки какой-то, в плане дизайна. Все это, конечно, будет большим плюсом как для вас, так и для бюджета вашей семьи, особенно если у вас очень много детей. Но тот фактор, который я заметила, то, что у нас в Казахстане дизайнер одежды зарабатывает 150 тысяч тенге, это примерно 400-450 долларов вы можете заработать в Казахстане. В России я смотрела, мониторила цены, примерно 1000 долларов вы можете заработать, если вы дизайнер одежды. На месте, где я сейчас проживаю на данный момент, дизайнер их отрабатывает очень хорошую сумму, то есть также можно найти дизайнера с окладом 800, 1000, 1500, 2000 долларов. Но при этом вы должны быть очень востребованы, вы должны быть уникальны в своей профессии. Но если вы дизайнер одежды и вы не можете заработать больше 500 долларов или больше 1000 долларов, то я пришла к такому выводу для себя, то, что первая потребность, которую приобретают люди, это еда. И я так подумала, что это очень крутой бизнес, если в самом к нему подойти. Так как я сейчас проживаю в Тунисе, для меня открылась прям вот горизонт каких-то новых возможностей в плане кухни. То, что какие-то новые рецепты, какие-то новые вкусняшки. Здесь Тунис вообще славится очень своей вот этой вот культурой в плане еды, очень большое разнообразие стритфуда. Поэтому я подумала, что нужно что-то выбрать такое вот из Туниса, чтобы мне потом в дальнейшем могло бы понадобиться в Казахстане. И для себя я выбрала то, что я хочу заниматься натуральным йогуртом и разные там орешки, разные там шоколадные штучки лежат внутри. В общем, рецепт очень крутой и я хочу это создавать у нас в Казахстане. И второй шаг, это, конечно, традиционные сладости, а именно, знаете, вот такие конфетки, печеньки. Это что-то между конфетами и это что-то между печеньями. Для меня это печенье, но многие люди называют это конфетами, так как здесь нет вообще понятия конфет, как у нас вот в обверке с шоколадом. Здесь это, ну, настолько редко. И сейчас я уже начала изучать это. Конечно, пока я делаю это у себя дома на кухне, со своей свекровью, со своим мужем, своей поездкой в Казахстан, я планирую пойти на какие-то курсы и прям по-масштабному изучить это все. Я уже создала страничку себе в инстаграме, вкус Туниса. Если кому интересно, заходите, смотрите, подписывайтесь. Конечно, я там не делюсь какими-то там рецептами, но я делюсь чем-то новым, какой-то красивой сервировкой, какой-то интересной подачей, какими-то интересными там стаканами, едой, вообще названиями еды. Если вам все это интересно, мне будет очень приятно, если вы зайдете, посмотрите. После всего вот этого, то, что я вам рассказала, вот я пришла к такому выводу, то, что заниматься едой намного выгоднее, чем шить одежду. Если у человека есть какие-то амбиции, если человек хочет, ну, достигнуть какого-то хорошего материального уровня, то я думаю, что на швейке далеко не уедешь. И поэтому вот я ищу какие-то новые возможности, чтобы в Казахстане открыть какой-то собственный маленький бизнес. Это будет очень маленький бизнес поначалу. Ну, а там, конечно, со временем то, что это перерастет, ну, во что-то интересное, во что-то очень крутое и классное. Возможно, это будет какой-то семейный бизнес даже. Брошу ли я швейку? Однозначно нет, потому что, вы знаете, сейчас на протяжении месяца-полтора я уже не шила какие-то новые изделия. И мне безумно тянет сейчас сесть за машинку, пошить что-то. Сегодня я уже перебирала свои остатки ткани. То, что в ближайшее время я буду шить там пижамку, кофту. Ну, однозначно шить я буду, рисовать я буду, какие-то новые конкурсы, возможности в плане дизайна я искать буду. Но первый вот этот мой шаг по приезду в Казахстан, это, конечно, будет открытие бизнеса, уже иметь какой-то стабильный доход. Поэтому я думаю, что заводить новые хобби, учиться чему-то новому, самосовершенствоваться никогда не поздно. Не важно, сколько тебе лет, главное, чтобы было прекрасное здоровье, была голова на плечах, были руки золотые, были какие-то идеи. Поэтому, если вы давно о чем-то мечтали, но боялись чем-то заняться, то не бойтесь, открывайте для себя новые возможности, учитесь, обучайте чему-то новому. Всем вам хорошего дня, всем вам хорошего настроения, всем вам желаю новых прекрасных возможностей и всем пока-пока!